Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос про интимную жизнь. Вопрос про то, что носит еще женщина, что 14 лет брака, секс вроде все нормально, до начала было много везде, после рождения второго ребенка, что в какое-то время начало угасать. Полгода назад на протяжении года секс был один раз в месяц, когда приставал и говорил, что устал. Познакомился со мной, когда у меня было 100 кг, за год похудела до 60, секса было много и часто. На этот момент я тоже поправился, но немного, на 15 кг. Но ведь он меня так узнает уже во время знакомства. За эти 6 месяцев я изменился, похудел и следил за собой, и дальше описывал все то, что человек делает в медицинной сфере. Вот, читать я это не буду. Дальше. Ну, говорит кто, что, значит, всегда инициатива ее, да, а он, как бы, достаточно пассивный, не отказывается, иногда говорит, что устал. Вот. Я знаю, что если я не пристаю, он будет просто спать. Утром тоже я пристаю, только после разговоров. Но проблема основная, если я залезал в его историю, увидел, что в то время, когда секса почти не было, он не хотел, он смотрел видео соответствующего характера, причем утром, обед и вечером. Подобной истории нет. Чистый. Это случайно осталось, что для меня осталось. Потом, наверное, смотрел, а потом смотрел, наверное, истирал. А без утром после того, когда был секс, он сам пристал ко мне, и увидел, что он смотрел видео прямо предо мной. И, соответственно, как это понимаете, я его не возбуждаю, или там, грудь больше, или он хочет только такие, или что. Вот здесь момент такой, что, во-первых, как бы с точки зрения отношений, больше похоже на то, что мужчина пытается вас удовлетворить, и как бы использует стимулирующие средства для того, чтобы быть более активным. То есть понимаешь, что у вас темперамент один или другой, у вас явно выше, и, соответственно, мужчина имеет трудность в том, что вас он не удовлетворяет. Это первое. Второе. У вас действительно комплекс. У вас действительно комплекс, и есть глубинная установка, в том, что с вами что-то не так, иначе бы вы не сравнивали себя с другими, иначе бы вы были уверены в себе. Дальше. У вас есть довольно инфантильная в контексте безответственности позиция, что в течение 14 лет нужно поддерживать темп интимной жизни. За 14 лет очень много чего меняется. Меняются потребности, меняются взгляды, меняется очень много. Образ жизни может меняться. Здоровье и так далее. И почему-то всего этого вы не учитываете. Следующее. Как у вас происходит взаимодействие вне интимной сферы? Интимные сферы нельзя рассматривать обособленно от остальных сфер. Более того, интимные сферы напрямую связаны с другими сферами. И соответственно, здесь необходимо разобраться и в этом тоже. От того, как вы взаимодействуете в других сферах многое зависит. Следующий аспект заключается в том, что, ну вот как и сказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, как-то вы занимаете деминирующую позицию. Вот. И выглядит это, к сожалению, таким образом, вот по большому счету, выглядит это таким образом, что секс уже не столько какое-то вот удовольствие, сколько обязан. Понимаете? И, на мой взгляд, скромность это является, ну, в известной степени проблемой. Потому что люди, которые взаимодействуют на достаточно, скажем так, зрелом уровне, как бы секс, воспринимают как логичное продолжение своих отношений. У вас же это выделается в некую отдельную обособленную сферу, которая исходя из того, что вы написали, а на вещевых про комплексы, не является он способом для вас вашего самоутверждения, что является основной проблемой, на мой взгляд. В этом случае я бы и хотел бы поработать с вашим комплексом. Но начать можно с того, чтобы вы вместе со своим мужем обратились к психологу и поработали в этом направлении. так, как бы, то есть, ну, чтобы вы, вот, ну, просто поговорили, как бы, с, друг с другом, просто вот, скажем так, ну, через без посредника психолога. Потому что это все-таки, ну, не совсем, а, ну, не совсем будет, а, обычное общение, скажем так. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Я бы рекомендовал вам уточнить, ну, вот как-то себя саму спросить, да, вот вам в женской позиции какой больше комфортно, да, то есть вам комфортно в такой, вот, доминирующей позиции. Или, как-то, вот, гипотетически вы бы хотели, там, ну, как бы, чтобы, чтобы мужчина был более активным. Если вам этого хочется, то в таком случае необходимо давать больше свобод. Ну, то есть, имеется в виду, да, может быть, если вы не пристанете, мужчина будет спать. Ну, сколько это произойдет. А сейчас все указывают на то, что, чтобы вас обеспечить, мужчины используют симуляторы. Вот. А вы не уверены в себя. Кстати говоря, полнота, которая у вас была, может быть психологической защитой. Часто это выступает в качестве защиты от угроз внешнего мира. Вот. Здесь хочется спросить, как вы относитесь к критике. Здесь хочется спросить, насколько вы уверены в себе, насколько вы реализованы. Вот. И почему такое значение придает вам сексу и своей внешности. Вот. Это действительно история про комплексы. То есть, у вас, я бы сказал, вот, в этом смысле невроз. Вот. И, ответственно, нужна психотерапия. Будем благодарны за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Обращайтесь.